Друзья мои дорогие, сегодня у нас плюс 14, январь, 17-е, 23-й год. Пора подумать о том, где вы будете отдыхать этим летом. Сегодня вам предлагаю посмотреть одну из вариантов квартир в ЖК Парк Кавказ. И прогуляемся до моря, расскажу вам о всей инфраструктуре, ну и конечно же прямые контакты для вас, для вашего отдыха. Потому что заявки уже поступают, о том, что люди хотят приезжать и отдыхать, и я начинаю снимать для вас видео тоже в нужные моменты. Давайте посмотрим с вами саму квартиру, как она выглядит. Площадь у нее 35 квадратных метров. На полу у нас ломенат, сделано все очень аккуратно и красиво. С правой стороны у нас есть место, куда повесить вещи, и с левой стороны есть встроенный шкаф. Наполнение шкафа это плечики для ваших вещей, подушечки, размещение у вас на кроватках. Есть наборы постельного белья, квартира в 35 квадратных метров, размещение здесь до 6 человек. По ценам смотрите в конце этого обзорчика. С правой стороны у нас санузел. Здесь имеется стиральная машинка, туалет, есть раковина и большущая полноразмерная ванна. Также зеркало, очень светло и много места в санузле. Эта планировка меня удивила очень большой коридор. Здесь у нас имеется два дивана и одна двуспальная кровать. С правой стороны обеденная зона и кухня. Имеется холодильник микроволновый, встроенная плита индукционная, раковина, наборы кастрюли, чайничек. Ну и также посуда для приготовления и употребления пищи. Здесь зона сделана довольно-таки интересно. Стена и в ней имеется вот тепло. То есть вам будет сюда попадать и дневной свет, и плюс все вот эти лампы переключаются по отдельности. То есть каждую зону можно подсветить отдельно. Диваны эти раскладываются. То есть на них можно положить четыре человека спать. И на эту кроватку можно два человека уложить спать. Имеется сплит-система, телевизор, Wi-Fi и дополнительно есть вентилятор. Это если вдруг бывает такое, что приезжают и боятся детей своих положить под сплит-систему, то включают просто вентилятор и он продувает. Также в этой квартире есть лоджия. Тут можно сушить вещи. Также есть такой вот очень удобный столик, чтобы сидеть, пить чай, кофе и дышать морским воздухом. Ведь море здесь очень близко находится непосредственно по стоимости. Сейчас эту квартиру можно снять на длительный срок до мая за 12 тысяч плюс коммуналка. Коммуналка здесь в районе 2 тысяч рублей. Если вы приезжаете в мае и до конца сезона, то здесь цены будут стартовать от полутора тысячи до трех с половиной в самый пик сезона. Все информационные вопросы по бронированию можете узнать по номеру телефона, который видите на экране. Вот так вот выглядит сам Апарт Кавказ. Квартира, которую мы с вами посмотрели, находится в нем на пятом этаже. Здесь имеется лифт и лестница. В принципе, я поднялся. Очень хороший, быстрый лифт. Работает отлично. Отсюда слышу, как шумит море. Это просто восхитительно. Плюс вокруг нас здесь огромное количество сосен. И давайте сейчас прогуляемся непосредственно до моря. Тротуар у нас здесь вполне себе шикарный. Два ГИС показывает до моря здесь 600 метров 7 минут. То есть это чтобы не выдумывать, не говорить, что тут больше, меньше. Все как есть, ребята. И мы выходим с вами вот на Пионерский проспект. Здесь сосновая роща. Очень полезно дышать в этом месте. Там у нас находится Аквапарк Кавказ. Рядом с ним есть магазин и столовая. Также на углу там находится кофейня, чтобы можно было перекусить. Либо провести прекрасно время. Также вот за этим домом мы за Аквапарком. Вон белый магазинчик. Там продают фрукты, овощи. На Пионерском проспекте мы, когда проходим, здесь везде есть тротуарчики. Как раз таки нам надо немножко пройти влево. И там уже будем пересекать его по пешеходному переходу. Справа, слева, почти со всех сторон у нас здесь детские лагеря. Я, кстати, знаю информацию о том, что, скорее всего, Черноморец тоже должен заработать. Это прям очень хорошо. Территория сейчас уже приводит у него в порядок. С правой стороны у нас остановка, на которой можно сесть и уехать в сторону Витязи. Вот Апаралии здесь где-то около двух километров, наверное, двух с половиной. В этом остановочном комплексе есть туалет. Единственный момент, что это туалет платный. Знаете об этом. С левой стороны имеется кафе Лаванда. Туда дальше можно пройти. Там есть столовая Хуторок. То есть в летний период времени у вас не будет проблем с тем, чтобы где-то перекусить. При этом вы будете находиться довольно-таки на приличном расстоянии от тех больших скоплений людей. Потому что Пионерский проспект – это в основном пансионаты и детский санаторий. Здесь мы переходим в Пионерский проспект. С левой стороны мы видим остановочку. С этой остановки вы можете уехать в сторону Джемоте и Анапе. Посетив там все достопримечательности наши. Вот такая вот красивая арочка на входе непосредственно на дорожку к пляжу. С левой стороны есть аптеки, а также кафе. И там работали торговые точки с продажей разнообразных сувениров и продуктов питания. Ну и здесь я смотрю, что высадили очень много вечно зеленых растений. Украшают проход как могут. Машины по этому проезду не ездят, поэтому можете не переживать. Тут есть и тротуар, и такая вот хорошая прогулочная зона. В летнее время здесь работает душ и туалет. Можно будет воспользоваться непосредственно перед пляжем. Но этот проход еще, помимо того, что он самый зеленый и тенистый, не имеет торговых точек, это еще и самый безопасный проход. На начале видели, стояли камеры. Здесь люди приходят с колясочками, оставляют их, даже не пристегивая к самому забору. Ну, в принципе, есть забор, можно и пристегнуть. Мы доходим именно до пешеходной зоны. Видите, этот знак, дальше за него выезд транспортных средств вообще запрещен, даже если сюда будет осуществляться какой-то подвоз непосредственно товаров. В летний период времени здесь на проходе укладывают настил. Он есть каждый год. В последнее время не помню, чтобы его, в принципе, не было. Но это уже золотые россыпи наших дюн анапских. На Кавказе, кстати, самые высокие песчаные дюны. И ваши дети оценят, если вы выберете свое место отдыха именно Кавказ. Потому что они смогут постоянно лазить на эти горы, чем непосредственно детки занимаются. В прошлом году можно было летать. Приходил с квадриком наверх и оттуда запускался. И постоянно прибегали дети. Вот такая красота и влево, и вправо. Здравствуй, море, дорогое наше. Как вам, друзья мои? Так невероятно круто, когда ты идешь, так и оставляешь первые следы. На самом деле, тут по-любому люди уже ходили, даже на встречу нового ходили. Не за то, что сегодня есть восточный ветерок. Сегодня мои друзья-кайтеры катаются в сторону Благовещенской. Там где маяк Витязева и туда дальше. А я, так как немножко приболел, вышел только продышаться вместе с вами. С левой стороны какие высоченные, просто барханы. Пляжная территория здесь очень классная. Летнее время здесь ставятся эрарии. Располагаются и пляжи свободные для доступа людей. И для санаториев они в основном с левой стороны. То есть есть развлечения разнообразные. Ну и плюс, пляжики чистят и убирают. Хотя сейчас они выглядят тоже прекрасно. Как мы, ребятки, напишите обязательно ваши впечатления. Видите, песочек метет. Это значит, что уже метров 10 сейчас дует ветер. Посредственно с юга, но больше на восток заворачивает. Поэтому он немножко здесь не подходит для катания. Так бы сейчас здесь было огромное количество кайтеров. Но они, как я и сказал, туда уже в сторону. Видите, в большинстве своем находятся. А вот уже и море подходит к нашим ногам. Я дошел минут за пять, ребят. Мы будем верить Двагису, который говорит, что идти сюда 7 минут. Расстояние крайне близко. Это, считайте, первая линия, которая находится прям рядышком с морем. Ну, можно сказать, вторая. Кто как считает, я не знаю. Но это очень близко, это недорого, это очень хороший отдых. Те, кто отдыхали в ЖК Кавказ и в парк Кавказе, не оставляли, в принципе, плохих отзывов о своем отдыхе. И это важно. Номер телефона вы увидели на экране. Я думаю, что он вам поможет для того, чтобы забронировать себе отдых у нас здесь, в Анабе. Лето уже близко. Сегодня плюс 14 на календаре 17 января 2023 год. С вами был Юрий Азаровский. И спасибо, что посмотрели этот видеосюжет, распространите его. Помогите мне, как говорится, зарабатывать тоже немножко. В мечтах съездить на курорт какой-нибудь горный, хотя бы там на денечек прокатиться на лыжах. И вот благодаря таким видео моя мечта может сбыться. Всех благодарю. Всех люблю. Целую. Обнимаю. Хорошего летнего отдыха. И мирного неба над головой. Спасибо, что поддерживаете наших. От даши. Моричка вам для красоты. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.